Приветствую вас, и поговорить можно о двух вероятных причинах того, что с вами происходит. Первая причина заключается в нарушении внимания, то есть это органическое повреждение мозга, и, соответственно, вам в этом случае необходимо в первую очередь посмотреть, были ли у вас травмы головного мозга, были ли у вас проблемы с этим, и записаться на обследование к врачу, чтобы он посмотрел ваш головной мозг. Это первая причина, она серьезная, она очень опасная для жизни, и ее нужно обязательно проверить. Если не присутствует следующих моментов, которые я сейчас опишу во втором моменте. Второй момент заключается в том, что вы не сосредоточиваете свое внимание на чем-то одно. А почему вы не сосредоточиваете свое внимание на чем-то одно, зависит от нескольких факторов. Во-первых, это может быть наличие чего-то раздражающего вокруг вас. По аналогии с отвлекающими факторами. Вы это читаете, но при этом вы о чем-то думаете, вы о чем-то переживаете, продолжаете. И в результате этого чтения, то, что вы воспринимаете, идет как бы фоном. Чтобы вы не отдаете все свое внимание именно этому. Чтобы исправить данный факт, необходимо понять, что вас раздражает, что вас отвлекает. Может быть, вас что-то беспокоит. Может быть, что-то генерирует стресс. И для этого необходимо провести анализ вашего окружения и той сферы, где вы живете, тех людей, с которыми вы общаетесь. И по проведению этого анализа, будет понятно, что вас беспокоит. Это будет выявлено, обработано и устранено. И тогда вы сможете хорошо воспринимать прочитанное. Если говорить о еще одном моменте, то он заключается в том, что вы не имеете достаточно мотивации для того, чтобы читать. То есть, у вас отсутствует достаточная мотивация, достаточная сила, побуждение для того, чтобы осуществлять вдумчивое чтение материала, который вы воспринимаете. Соответственно, здесь нужно работать в нескольких направлениях. Первое направление – это поиск новых мотивов. Для чего вы читаете? Почему вы читаете? Для чего вам это нужно? Что вам это даст? И так далее. Возможно, стоит попробовать прочитать именно то, что вам интересно. А если же то, что вам интересно, то, что вы хотите прочитать, вы так же читаете и не вспоминаете, то получается, что у вас проблемы со вниманием. И если это не нарушение деятельности головного мозга, то внимание нужно тренировать. Каким образом? Дело в том, что внимание является способностью такой же, как и любая другая способность нашего тела. И ее можно тренировать. Как? Начинать нужно с того, чтобы фокусировать внимания, то есть центр внимания, его фокус, его центральная точка и так далее. Вот этот элемент вашему вниманию, скорее всего, отсутствует. И его необходимо тренировать. Как? Да, чтобы это сделать, необходимо начинать постепенно, с малого, с простого. И стоит разместить перед собой предмет. Этот предмет может быть каким угодно, но вам необходимо думать только о нем. Вам необходимо строиться в своей мысли так, чтобы они касались только этого предмета. И ничего больше. Первое время вам будет легко это делать. То есть первые минуты, две, три. Потом будет вам сложнее. И в результате вы заметите, что ваше внимание постепенно переключается на что-то другое. Вот именно это и есть то, что с вами происходит. И постоянный контроль за тем, чтобы ваше мысли, ваше внимание было направлено только на этот предмет, поможет вам научиться концентрировать свое внимание. Первое на предмете простом, таком, как листок бумаги, там, яблоко, а потом на бонер-словочном. И время, в течение которого вы удерживаете свое внимание на этом предмете, также нужно увеличивать. Это все в комплексе поможет вам обрести более контролируемое внимание, и вы сможете хорошо воспринимать материал, не забывая при этом и не отвлекаясь. Но для этого необходимо следовать рекомендациям, которые были указаны в видео, для того, чтобы все у вас получилось. На этом все, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше, буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи.